Храм во имя трех святителей находится в самом центре Ульяновском. От главной магистрали города, улицы Гончарова, его отделяет лишь один ряд старинных домов – ровесников храмовой колокольни. Звон ее колоколов время от времени разносится над городом, заглушая автомобильный рев. Вид храмового комплекса в тесном дворике поражает. Величественное краснокирпичное здание храма в несколько ярусов со старинной колокольней возвышается за ажурными коваными воротами над безбожными зданиями кафе и офисов. В этом году исполнится 10 лет с того момента, как в храме во имя трех святителей проходят богослужения. Это бывший семинарский храм. Вот то, что здание, которое стоит перед нами, это бывшая Симбирска духовная семинария. Вот здесь проходило воспитание нового поколения пастырей. Вот оно здесь воспитывалось. И вот мы пытаемся и здесь сегодня, как бы уже не в таком объеме, но как бы воспитывать новое поколение христиан. История храма тесно переплетена с историей семинарии, основанной в Симбирске в 1840 году. Первые 14 лет своего существования Симбирская духовная семинария не имела своего храма, и семинаристы ходили в ближайший Спасовознесенский собор. В 1841 году во дворе на месте каретников была построена ученическая столовая, а в 1853 году при епископе Феодотии эта столовая была перестроена и обращена в храм, который был освящен во имя святителя Петра Митрополита Московского. После пожара 1864 года храм был восстановлен и освящен в 1870 году во имя трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. С этой церковью были связаны имена художников Кузыревского и Огонь Дагановского, Пластова и Архангельского. Семинарская церковь была закрыта в 1918 году. Долгие годы здание семинарского храма было в запустении. С 1960 и по 1996 годы там располагалась скульптурная мастерская художественного фонда. Потом здание храма было передано Русской Православной Церкви. В том же 1996 году настоятелем храма был назначен протеерей Николай Косых, священник в третьем поколении, родом из Тамбовской области. Сразу после окончания московской семинарии он приехал в Ульяновск. Это было еще время Советского Союза, и тогда с трудом покойный митрополитан снычев выбил здесь штатное место, мне предложили поехать сюда. И как бы вначале думал, что временно, здесь вот сейчас немного, потом, может быть, на родину вернусь, но как получилось. А оказывается, всегда правоопоговорка нет ничего более постоянного, чем временно. И 35 лет я уже здесь нахожусь в Ульяновске и несу свое пастерское служение. Отец Николай сначала хотел восстановить старый храм. Несколько раз его осматривали, приглашали главного архитектора Ульяновска Вячеслава Некрасова, советовались со строителями. В старом здании были трещины, помещение ни разу не ремонтировалось. Из-за сильной ветхости стен его пришлось демонтировать. От прежней семинарской церкви осталась только колокольня, построенная в 1893 году. Когда вначале нам передали этот храм, этот храм был в большом запустении. И надо было делать его реконструкцией. Реконструкция, на что предусматривает снос какой-то части ветхого здания. Так как стены нас на такой степени сгнили, что можно рукой было просто спокойно взять и процарапать наружу. Поэтому мы ту ветхую часть, которая сгнилась, снесли, а вот на этом месте поставили вот это новое здание. Пока храм строился в 10 метрах от него, решили установить временный деревянный храм. В 1996 году, 21 ноября, перед алтарем бывшей домовой церкви-семинарии состоялась закладка небольшой деревянной церкви во имя архистратига Михаила. Уже в феврале 1997 года в храме состоялась первая литургия. Спустя несколько лет здесь случилось чудо. В начале 2000-х годов вот эта старинная икона, статистик Божий Михаила, она у нас мироточила. Как-то пришли рабочие, работники храма, открыли двери, зашли, а икона вся покрытая миром. Позвонили Владыке Проклу, Владыка Прокл приехал, обследовала, посмотрела, нет ли какого подлога, сказал, да, она мироточит. И вот оно настояло, наверное, где-то неделю, и мы неделю читали перед ней о капельстве. Начиная с 1998 года на месте демонтированного начались строительные работы по возведению нового и более величественного храма. Он строился сначала на средства прихожан Михаила Архангельского храма. Проект был составлен главным архитектором города Вячеславом Некрасовым. В конце мая 2001 года архиепископ Прокл осветил место под строительство храма и заложил первый камень – черный камень с частичками мощей. А осенью 2004 года над городом засияли купала храма. Вместе с храмом росли три сына отца Николая. Самое главное в воспитании – это твой личный пример. Если ты ходишь в храм, если ты живешь храмом, если ты всю свою семью аккумулируешь вокруг храма, то и дети тянутся к храму. На, скажем, детство моих детей попало строительство храма. Они с детства были здесь. Даже будучи такими маленькими, носили кирпичи, помогали, что-то как-то все крутилось вокруг этого храма. 2 апреля 2010 года в Великую Пятницу храм в честь трех святителей обрел свой голос. Настоятель храма Протеерей Николай Косых осветил колокола. На колокольне была установлена система электронного управления колоколами, звонить в которые можно как вручную, так и с помощью пульта управления. Тогда это была первая подобная установка в Симбирской епархии. За несколько дней до официальной церемонии освящения самого храма отец Николай торопился установить первые дворя до иконостаса. Он был изготовлен из темных пород дерева. В первом ряду справа храмовая икона трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Как правило, этим вселенским учителям молятся о хорошей учебе, что, собственно, и делали прежде семинаристы. Также считается, что икона трех святителей помогает укрепиться в истинной вере и обратить в нее иноверцев и тех, кто поддался еретическим заблуждениям. Также помогает в избавлении как от различных физических недугов, так и от недугов душевных, особенно отчаяния. 25 декабря 2011 года архиепископ Симбирский Меликетский Прокл осветил храм трех святителей и совершил первую за 90 лет божественную литургию. После 13 лет строительства и ожиданий распахнулись двери для прихожан, а деревянный храм Архангела Михаила перенесли в северную часть города и установили рядом с Парком Победы. С годами храм трех святителей наполнялся святынями. Так, с левой стороны от входа находится икона с частичками мощей великомученика-целителя Пантелеймона. Имя святого призывается при совершении таинства елеосвящения, освящения воды и молитвей о немощном. Далее по этой же стене следует икона тоже с мощами преподобного Серафима Саровского. Перед иконой ко святому угоднику обращаются за помощью в душевном и физическом исцелении. Здесь вот икона с мощами священномученика Харлампия. Священномученик Харлампий перед смертью молился так, что там, где будут мои мощи, чтобы там было благоденствие. Вот будем надеяться, что священномученик Харлампий и отгонит от нас всякие поветрия и сделает богоденствие в нашем городе. На противоположной стене икона с мощами святителя Николая, одного из самых почитаемых святых в православном мире. С древности считалось, что Николай Чудотворец помогает морякам и другим путешествующим, купцам, несправедливо осужденным и детям. Рядом располагается икона с мощами святителя Луки Крымского, великого исповедника Веры Христовой и выдающегося хирурга, спасшего тысячи душ и тысячи жизней. Известно, что Валентин Война-Ясенецкий, будущий архиепископ Лука, 10 месяцев в 1905 году работал земским врачом в Симбирской губернии. Здесь же находятся иконы с частичками мощей Блаженной Матроны Московской. Тысячи людей, молившиеся перед этой иконой, с чистыми помыслами и глубокой искренней верой, получали помощь и утешение. Многие отмечают, что нет такой просьбы, на которую не откликнулась бы святая. Храм поражает своей красотой, величественностью и соразмерностью линий. Все здесь делается с любовью и наполнено любовью к Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова